К огромному сожалению, нашим российским журналистам это было малоинтересно, потому что у нас медиаполе, касаемо работников, поделилось на, как это всегда бывает, на два фланга. Одни хвастались, то есть не зная броду, они как бы, все новости про то, что российские хакеры взломали выборную систему, приписывали, а вот какие мы классные, какие у нас хакеры сильные, а другие наоборот обвиняли, то есть либеральная, скажем так, часть, она обвиняла, да какое право, то есть вопрос в том, что мы это вообще не делали, ни у тех, ни у других почему-то не стояло, я не видел мнения даже специалистов какого-то опровержения, потому что тут вообще практически голливудская история случилась. Дело в том, что содержание ящиков Хиллари Клинтон, домена clintonmail.com, то, что как раз она в дебатах, в репримант нам и представила, в дебатах это было с Трампом, да, но в репримант она нам выставила вот такую вот мульку. Ну, я вот решил проверить, да, как бы реверсивным способом установил, что же являлось ее почтовым ящиком, да, вот представим себе, что вот как будто мы знали, что у нее за почтовый ящик. Здесь мы просто ведем другое. Джулия 2016, задолго. То есть, во-первых, работы по ее, какому-то вот вскрытию ее почтового ящика, достаточно огромное количество не русскоязычных хакеров, а американской вот молодежи, что ли, технологической, да, это достаточно распространенная штука, вообще в их американской культуре раздействовать своего политика до голова, вот в отличие от нас, да, ну, у нас этим занимается вроде как Навальный, и то все, что он берет, он берет из открытых данных, еще со своим каким-то мнением, да, у них же это, во-первых, в их культуре, во-вторых, ну, давайте к технологическим доказательствам. Я наткнулся, решил поискать это, опираясь на свою теорию о том, что все данные либо открыты, либо будут открыты, закрытых данных не существует, либо не будет существовать, потому что по теории информация это та штука, которая должна быть кому-то когда-то передана, то есть информация это вообще вещь для двоих, не для одного, потому что у одного она мысль, да, а оформленная информация, кодированная во что-то, это всегда для какой-то передачи, не бывает ничего, закрытого, и в будущем никаких хакерских умений не нужно будет, чтобы понимать ту или иную бизнес-структуру или политическую, технологическую начинку политической системы. Как же это было? А, вот он был. О, да, state.gov, некий портал, по мне так это что-то про документооборот. Домен state.gov, ну, то есть это не частный какой-то сайт, это все американское, правительственное, у нас тоже есть правительственный домен, ну, ведем вот в поиск то, о чем она вела речь, да. Пожалуйста, как бы, from two, то есть это список почтовой истории, число того, что найдено по поисковому запросу clintonmail.com, близко к тому, что выложено на Wikileaks, то есть и там, и там 15 тысяч, тут 14 тысяч, 400, и не оттуда ли это взято? Wikileaks. А, в переводе Wikileaks это как раз про утечки, да. Открываем тут формат PDF в части, да, ну, это прям письмо, прям служебное, на том конце провода, на том конце провода какой-то гоф. Mails, CD, state, go, whom I have done. Ой. Вот и все, то есть, конечно, кто-то мог бы и в зло мази пойти, но это вам пошло бы сложным путем. Дело раскрыто. Америка впереди планеты всей, по тому, ну, это видно по силиконовой долине, по развитию технологий, если уметь в этом копаться, разбираться и вообще фанатеть от данных, то все движется примерно к чему, что вся инфа это такая открытая история, это подтверждает и культура Open Data. Open Data это такая вот официальная правительственная, ну, не программа как бы, вот у нас это открытое правительство, да, и у нас кое-как вот некоторые министерства неохотно, но выкладывают датасеты для того, чтобы кому-то их можно было обрабатывать. Вот в частности, там МВД выкладывает статистику преступлений в ЦСВ формате, чтобы программисты потом могли написать некоторые статистические вот эти потом, знаете, видели, может, узоры, вот все эти графики, инфографику какую-то. Вот по таким принципам работают огромное количество приложений и будет работать, и дальше уже там встают вопросы, какие данные открывать и какие нет. Вот у них это все происходит быстрее. И вот в случае с расследованием о том, кто взламывал почтовый ящик Клинтон, оказалось, что вот и это там и было. Было достаточно давно, то есть с самого начала, может быть, времен существования этого портала, потому что архивы писем там из 99-й год, то есть этот домен у семьи Клинтонов давно. Дополнительная такая вишенка на этот сенсационный, но журналистам неинтересный торт, потому что кому интересно, взлома не было. Фигурирует, вот как это и казалось мне, когда я смотрел дебаты, вот просто в воздух сказали какую-то, где фактологии мало, но давайте хоть проверим. Не хотят, потому что для того, чтобы в том же Викиликсе эту почту почитать, нужно воспользоваться некоторой веб-формой. Это не выложено как единый архив. Для того, чтобы его выкачать весь себе и проанализировать, для этого журналисты должны обладать неким программистским умением, знать, линуксовый VGET и команду Xarx, которая разом там скачает все по определенному запросу. Этого никто не делает, так же, как и вообще с любым материалом Викиликс или того же там Сноудена. Только газета Шпигель копается во всем этом с немецкой такой техничностью, педантичностью. А остальные просто пересказывают, что было там, либо саму эту газету, либо высказывание уже создателей этих порталов. Здесь работало практически то же самое. Никто не вел вот этот анализ, хотя дата журналистика – это профессия будущего, скажем так. Некоторые просто адепты данных, открытых данных и бигдаты говорят о том, что исчезнет, допустим, профессия юриста, так говорит Ваня Бектин, экономист и так далее. Я же говорю, нет. Это будет просто трансформироваться. То есть некоторым людям достаточно… Это все очень легкая история. У нас примерно половина женского населения получала в свое время бухгалтерское образование в 90-е и знакома с Excel. Поэтому мне кажется, что мы можем вылезти впереди планеты всей, потому что это как раз про это. Это как раз про это. Про структурированные таблицы. Они же почему так вот называются? Да раньше были данные, да? Просто раньше не было к ним такого отношения, там, нарисовать график, да, представить ее как-то, провести статистику, аналитику туда-сюда. Мы также будем свидетелями более качественной социометрии и статистики, потому что мы на сегодня видим то, что она проиграла полностью, вообще вся мировая. Все предсказывали победу совершенно другому человеку на выборах. Кстати, на первых выборах, в которых захотел участвовать каждый гражданин Земли. Если вы не заметили, да, вот по мнениям, которые высказывались, у нас было большее участие такое метафизическое, что ли. То есть каждый представлял себя как голосующий на этих выборах. Это уже прорыв другого плана, это уже касается политтехнологий, психологии там и так далее. Это интересный факт, первый случай, и это заслуга технологической команды Дональда Трампа. Хакером в этой истории оказался он. Потому что, как это ни парадоксально, но за внешней вот этой вот оболочкой веселого такого человека есть совершенно конкретные данные, например, у меня и у парочки политологов, которые все-таки чуть-чуть поглубже в этот вопрос зарылись, он использовал то, о чем мы сейчас вот говорили, да, вот эти вот Big Data, всю вот эту информационную историю своей предвыборной кампании.